Ну вот, наглядный пример, то что это цевьё какое-то уникальное, она встает на затворную задержку. Поставить пружины и сделать тыльник. Тыльник есть, и найти его просто не могу сейчас. Итак, приветствую на канале Ганс Майн Лайф. Сегодня на обзоре у нас такой микрообзор, как вы поняли, записание ролика. Это Сайга 12030 исполнения. Ей два года, не стрелянная мною ни разу, она куплена новая в магазине, всем известная Охота Актив. Что хочу по ней сказать, то есть краткий обзор сделать и что будет делаться у нас дальше. Первый минус, когда я разобрал её, вот это цевьё уникальное. То есть, там стоит пружина, чтобы защелка приклада работала. Ну вот, наглядный пример, то что это цевьё какое-то уникальное, зачем они это сделали. Но я так думаю, что всё-таки для этой шахты, они поменяли шахту, ну поставили шахту, и им как-то невозможно было сделать какую-то пружину, чтобы она защелкивалась, приклад. То есть, вот так вот. Что дальше? Хочу сказать, что вот этот приклад, вот эта резинка, по сути это профанакция, или как её обозвать, ну шляпа, по-русски шляпа. Вот эту резинку надо и менять, или приклад менять, ну в дальнейшем. Есть такая тема, поменять удобно. Что удобно в нём? Шахта магазина. Берём магазин. Оп, и защелкнулась. Удобно. Также вынимаем магазин, отмыкаем, как правильно. Что из плюсов? Что из плюсов? Планка Пикатинни сразу. Сама крышка ствольной коробки не шатается, люфта нету вообще, от слова совсем. Что ещё? Встаёт, если заканчиваются, давайте посмотрим. Заканчиваются Патрики. Патрик, 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 Патрик. Патрик! Она встаёт на затворную задержку. Видите, да? Меняем, меняем магазин. Или не хочет менять. Вот здесь такая кнопочка. Ну, сами понимаете, без напильника здесь не обойтись. Я не знаю, работает-то не работает. Ну, вот видите, да? До конца нажал. То есть, в затворках стоял, так и стоит. Вот. Так, что ещё из плюсов? Много Пикатинни. Эту я уже сделал сам. Держит вообще отлично. Не знаю, как при стрельбе будет этот тюнинг. Но я думаю, он держится заебись. От слова заебись. Вот. Что ещё? Что ещё? Что ещё? Что ещё? Неудобная ручка. Она будет меняться на Павгановскую. Что ещё? Так. ДТК будет ставиться. Видно. Ну, как стандартно, да? Попытаемся сделать своё цевьё, точнее, переделать. Вот из такого деревянного, номерное, кстати. С ней видно. Попытаемся. Ну, тут стенки тонкие получатся. Может, будем новодел делать. Поставили буфер отдачи. То есть, я такими пользовался. Не на этой саге, на других. Очень вообще эффективно советую всем эти буферы. Это китайские буферы обычно. Хватает его. Там на 100 выстрелов точно хватит. Вот. Так. Будем. Деревянный приклад уже изготавливается. Такой экспериментальный. Сказать, чтобы снижал отдачу. Здесь будет стоять поршня. И... Поршня и тыльник такой будет стоять. И пружины. Пружины не могу найти. Сейчас покажу, как он будет выглядеть примерно. Вот. Ну, вот такой изначально у нас прикладик получается. Что надо сделать? Здесь надо сделать еще железную вставку. И приварить к основному крепежу. Поставить пружины. И сделать тыльник. Тыльник есть. И найти его просто не могу сейчас. На быструю руку. Это все шлифануть и все покрасить. Вот. Вот. То есть, по аналогии, как мы на 410-ю делали приклад. Сейчас его расстану. Вот. Для 410-ой я делал приклад. Здесь все приварено аргоном. Все прикручено. Ну, здесь обычный длинный саморез. Желтый на 5. Вот такой длинный. Вот. Здесь прикручены антабки, хуябки. Все. Это все хуйня работает. Но нету под пенал места. Потому что он пустотелый был. Это переделывался с СКМ, по-моему, если не ошибаюсь. Вот так вот. Такой вот прикладик. Очень красиво. Мне очень нравится. Также цевье. Ну, там ролик можете найти. По тюнингу Сайги 40-ой первый номер. И посмотреть, как он выглядит в сборе. Ну, такой вот обзор. Краткий обзорчик. Следующее видео по этой Сайги будет уже минимально или, может, максимально в тюнинге. Да. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте. Если не поставить, я вас найду. И, как всегда, отпизжу. Всем удачи, всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok